Приветствую! Народная артистка России Нина Ургант в последние годы своей жизни не работала и не выступала в театре из-за болезни. Однако актриса никогда не нуждалась в деньгах. Ей помогали в этом родственники – сын Андрей и внук Иван Ургант. Сейчас, после похорон актрисы на Комаровском кладбище в Петербурге, россияне стали гадать, какое наследство осталось у звезды Белорусского вокзала и как его будут делить между собой родственники. Нине Ургант принадлежала четырехкомнатная квартира в центре Петербурга, а также у нее есть загородный дом в Грузино. В том, что между родственниками не возникнет ссор из-за имущества, уверенные поклонники и друзья семьи. Среди имущества у Нины Ургант было две квартиры в центре Петербурга и загородный дом в поселке Грузино, где в соседях у нее живут Михаил Боярский и Иван Краско. Одна из квартир, в которой раньше жила актриса, находится в доме-памятнике на третьем этаже по проспекту Римского-Корсакова. Ее площадь составляет 65 квадратных метров. Такое жилье в центре северной столицы оценивается дорого. Однако сейчас это жилье уже не принадлежит Нине Ургант. Как выяснилось, это жилье было выделено городом по договору передачи квартиры в собственность. Однако в 2010 году Нина Николаевна переехала в другую, более просторную квартиру, а эту вернула обратно на городской баланс. Сейчас она принадлежит Санкт-Петербургу. Сама же актриса переехала в четырехкомнатную квартиру в доме на пересечении Крюкова канала и набережной реки Мойки. Ее площадь составляет 100 квадратных метров. Жилье это было куплено в 2007 году. Свои последние годы именно там жила актриса, где за ней ухаживала сиделка. Точная сумма покупки неизвестна. Однако сейчас в этом же доме риэлторы продают похожую квартиру площадью 146 квадратных метров за 114 миллионов рублей. Тем не менее делить эту квартиру родственникам не придется. Эта недвижимость была куплена Иваном Ургантом для бабушки и сейчас до сих пор находится в его собственности. Что же касается загородного дома в поселке Грузино, то его получала сама Нина Ургант. Жилье в этом поселке выдавали артистам, среди которых и Михаил Боярский, и Иван Краско. По информации соседей, сейчас в доме часто появляются сестры Ивана Урганта по материнской линии. Однако бывает там и сын актрисы Андрей Ургант. Как говорят соседи, не думаем, что тут будет громкий раздел имущества, и дом будет продан. Скорее всего, так и останется, как было. По мнению же юристов, дом этот должен достаться Андрею Урганту. Если нет завещания, то наследство в первую очередь переходит супругу, детям, родителям. Это наследники первой очереди, поэтому в данном случае ни супруга, ни родителей нет. И наследство, следовательно, должно перейти сыну. И только если бы его не было, то внуку. Однако, если завещание все же было, то все должно быть распределено согласно ему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok